Всего пару месяцев назад на свет вышло девятое дополнение к World of Warcraft, однако кто-то может задать вопрос, а были ли дополнения, которые разработчики решили отбросить, не выпускать, так сказать потерянные в концептах дополнения? Ответ на этот вопрос положительный. В этом ролике я хочу рассказать о различном крупном контенте в World of Warcraft и третьем Warcraft, который по какой-то причине так и не был реализован, а был выброшен или в лучшем случае переработан до неузнаваемости. О вырезанных идеях Дренора можно говорить очень и очень долго, но сегодня я бы хотел заострить внимание не сколько на каких-то мелочах или фичах, сколько на глобальном концепте дополнения, который так и не был реализован. Для начала, коротко, для контекста о сюжетной завязке Дренора, которая на релизе была такой. Жил-был злодей по имени Горош, которого в прошлом дополнении Пандарии отпинала кучка рандомных авантюристов в количестве от 10 до 25 штук. Гороша повязали в тюрьму. За его многочисленные военные преступления было решено предать его суду. Однако, по счастливой случайности, некоторые персонажи помогли сбежать Горошу, не позволив тому дождаться итогов суда. Тот времени не терял и с помощью махинаций со временем отправился в Дренор, родной мир орков, с которого орки много-много лет назад отправились атаковать Азерот, что и стало основой для игр по Варкрафту. Только Дренор был не наш, а альтернативный. Горош становится влиятельным человеком и начинает сколачивать вокруг себя так называемую Железную Орду. Он заручается помощью так называемых Владык Дренора, глав других кланов орков. Железная Орда начинает активную экспансию локации Дренора, а также готовится к атаке на Азерот. Игроки же через темный портал отправляются в альтернативный Дренор, дабы отпинать по новой Гороша, ну и заодно помочь местным с их локальными проблемами. Вот такая вот, если коротко, завязка. В итоге, игроки имели одновременно две версии Дренора. Первая версия – это Запределье, которое раньше до уничтожения являлось Дренором. Вторая версия – альтернативный Дренор, то, куда отправился тусить Горош. Изначально все было несколько иначе. Некоторые детали раннего концепта повидал человек, более известный как «Парень в красной рубашке». Перевод его сообщения был взят с ресурса «Нуб Клаб». Как же выглядела оригинальная завязка? Вначале все было как и на релизе. Гороша отпинали 10-25 доблестных авантюристов, и он был предан суду. Далее, вместо побега с помощью нескольких персонажей, того отправляли в ссылку, или как это еще описывалось, одним разработчиком, в изгнание в Запределье. В Запределье Горош времени не терял, и каким-то, к сожалению, неизвестным образом находил артефакт. Артефакт под названием «Рог Наздорму». Горош решает дунуть в этот рог, после чего неведомым образом начинается сущий кошмар. Запределье начинает преображаться. Старые военачальники, они же владыки орков, воскрешались, а само Запределье перековывалось в Дренор. То есть, основные действия происходили не совсем в альтернативном Дреноре, лишь косвенно связанном с Азеротом, а в одной из временных итераций Запределья. Нашего Запределья. В итоге, после этих махинаций, как было описано одним разработчиком, получалось несколько итераций Запределья. Разработчики долго дискутировали на тему того, а как именно все это должно происходить. Ну, например, когда Горош подул бы в Рог Наздорму и Запределье начало перековываться, как я сказал ранее, были бы воскрешены старые военачальники орков, которые, как и в релизной версии, стали бы значимыми антагонистами игроков. Так вот, это самое воскрешение. Каким оно должно быть? Они должны воскреснуть, как огурчики, словно они никогда не умирали, или они должны воскреснуть, как что-то вроде нежити. После пылких дискуссий на эту и многие другие темы, связанные с сюжетом, они перешли к идее путешествий во времени. Например, в очень-очень ранних билдах Дренора была гора, на которой располагались огромные песочно-магические часы. И игроки должны были попадать в Дренор не через темный портал, как сейчас, а через какое-то другое место или устройство, связанное со временем. Чтобы я еще отметил, так это то, что орков было больше, как и влияние Гороша. Орки в локациях были повсюду. Я об этом когда-то рассказывал в других роликах о вырезанном контенте. Буквально все локации были связаны с орками и их злодеяниями. Орки были индустриально развиты, и у них, к слову, даже была своя железнодорожная сеть, пронизывающая некоторые локации игры. Остатки чего можно было найти в ранних билдах дополнения. А главным влиятельным злодеем был Горош. Горош должен был снова, как и в Пандарии, стать главным боссом. Он должен был, по сути, второй раз стать финальным боссом дополнения, о чем рассказывал в одном интервью Том Чилтон, один из главных разработчиков Варкрафта на тот момент. В релизной версии игры, для сравнения, игроки окончательно с ним разобрались просто в одной из цепочек заданий в награде. И то руками протагониста по имени Трал. Было еще несколько уже более мелких моментов, сильно останавливаться на них не буду, просто отмечу как данность. Значимую роль в сюжете должна была получить фракция под названием Дозорные Времени. Те мимолетом появились в конце Пандарии на вневременном острове, как нейтральные NPC. Там же их история, грубо говоря, закончилась. Значимую роль в сюжете Дренора, который они должны были получить изначально, выбросили, и они остались ненужными. А сама фракция на данный момент помечена как фракция, которая недоступна в игре. Еще из интересного я бы отметил возможное появление древних богов в рамках той версии Дренора. А именно, я говорю о древнем боге по имени Арак, упоминание которого удалось отыскать датамайнером в свое время. Предположительно, тот являлся продолжением истории из времен Бернинг Крусейда, когда племя местных обитателей Запределья пытались буквально призвать древнего бога, чему и естественно пытались помешать игроки в одном из заданий. Оригинальный концепт Дренора пусть и казался странным, но был по-своему интересным. Индустриализированные орки, воскресшие варлорды, Запределья, перекованные в Дренор, Армия Гороша и собственно легендарный предмет Рок Ноздорму, что должен был и сыграть главенствующую роль в завязке всего дополнения. Почему от всего этого отказались? Если отвечать коротко, то много орков. Разработчики боялись то, что огромное количество орков, которые были везде и всюду, не понравятся игрокам. Плюс такая задумка имела много технических и сюжетных проблем. Поэтому разработчикам пришлось сменить вектор всего дополнения и изменить значительный кусок всей игры. Одной из немногих нетронутых локаций стала зона Хребет Ледяного Огня. Все остальные зоны были значительно переработаны. После смены вектора контента, второстепенным существам вроде Ограф из Награнда или Дрнеф из Долины Призрачной Луны отдавалась более значимая роль. Орки, мыс, везде и всюду были отодвинуты назад. И даже сам Горош, который должен был стать снова главным финальным боссом дополнения, уступил эту роль Архимонду. Еще одна, на сей раз более старая идея о дополнении, которую я упоминал в давних роликах о вырезанных концептах, была освещена и описана бывшим геймдизайнером Варкрафта по имени Джонатан Стартс. Когда разработчики закончили работу над Ванилой, возник вопрос. Что дальше? Какое дополнение будет следующим? Следующим дополнением, как мы все знаем, стал Burning Crusade, где игроки отправились в разрушенный мир орков, за пределье. Но предполагался другой вариант. Вариант морского дополнения. Действия дополнения разворачивались бы в морях и напоминали собой Тернистую долину вместе с пиратской бухтой, важным портовым городом и морской тематикой только на максималках. А также там было много пиратов, пиратов и еще раз пиратов. В дополнении планировалось много всякой пиратско-варкрафтовской тематики. Опять же, можно взять в пример ту же Тернистую долину, где самих по себе пиратов не то чтобы мало, и лагеря есть, и даже целый флот. Но почему от этой идеи отказались? Что же побудило разработчиков резко переключиться с идеей «давайте замотим Тернистую долину с Блэкджеком и пиратами на максималках» на «давайте отправим игроков в запределье». Причина, на удивление, достаточно проста. Одна из главных причин – это технические ограничения движка Варкрафта. Континенты Варкрафта были слишком сильно нагружены, и те были переполнены различными игровыми данными. Поэтому с технической точки зрения было очень сложно и геморройно добавить новую локацию к Восточным Королевствам или Калимдору. При этом так, чтобы компьютер игрока не ужаснулся от происходящего. Поэтому они выбрали вариант с менее нагруженным данными запредельем, который технически избавлял разработчиков от уймы проблем с движком игры. В дополнение «Битва за Азерот» разработчики ввели важную локацию в одном из патчей игры – Нажатар. Появиться в игре локация могла и до «Битвы за Азерот» в Аниле. Например, по словам всё того же Джонатана Станца, на этапах разработки Варкрафта, когда в какой-то момент времени рассматривалась всерьёз возможность введения такой игровой расы, как Наги, они планировали, что Нажатар появится в игре и станет полноценной столицей расы. Причём это должен был быть подводный город. Ну а эту идею вместе с идеей игровой расы Наг отбросили. Уже в «Битве за Азерот» Нажатар мог появиться не в том виде, какой есть сейчас, а в другом, более дивном и жутком. Последующие данные были опубликованы датамайдерами, в частности человеком под ником IS4, в чём заключается суть их находки. Во-первых, они приметили, что во времена ранних билдов локация напоминала то, что было показано на Блесконе некоторое время назад. То есть, вот это. Ландшафт и география было похоже на то, что было анонсировано, а не на то, что попало на релиз. Например, с водной границы сходила дорога у небольшого фортпоста, а рядом находились корабли Култераса. На релизе это просто превратили в скалу. Какие-то деревни были гораздо меньше релизных, отличалась география и декоративные элементы у водной стены. Ну, это конечно интересно, есть пару любопытных отличий от релиза и этой версии, но есть ещё один, огромный момент, который украшал нажатар. И чего не было на релизе. Чёртов огромный древний бог, размером в несколько нажатаров. Щупальцы этого бога буквально окутывали части локации. Чудовище с огромными глазами поглощало собой зону. У этого древнего бога имелась и здоровенная пасть с острыми клыками, размером в несколько зданий. Пускай в доступной версии билда локации всё это выглядит немного вырвиглазно, так как всё это дело ещё не было текстурировано, наличие такого поражало. Опять же, сам древний бог был размером в несколько нажатаров. Как предполагается датамайнерам, показавшим всё это, чудище должно было появиться в конце рейда «Вечный дворец». В конце рейда игроки сражаются с королевой Ашарой в так называемой «Последней тюрьме». «Последняя тюрьма», не сильно вдавая в сюжет, это супер-дупер сооружение, удерживающее в заточении древнего бога Нзота. В конечном синематике, после победы над Ашарой, было показано, что оковын Зота были сняты и он высвободился. Предполагалось, что древний бог высвободится не только в синематике, а и покажется наружу. То есть, в Нажатаре, где и находился Вечный дворец. Возможно, это было что-то вроде меча Саргераса, который был вонзён в Силитус, после того, как игроки победили одного босса в Легионе. То есть, была обычная зона, босса победили и, надте вам, получите последствия сражения, отражённый в реальном мире. Только в данном случае не меч, а целый бог. К сожалению или к счастью, этой версии Нажатара не было суждено появиться на релизе. Кстати, забавный факт. Вероятно, эта незаконченная версия Нажатара с этим огромным кракеном появилась случайно в доступе на ПТР-серверах по какой-то ошибке. Этой ошибкой воспользовались датамайнеры, быстренько выкачали зону и вот мы узнали, какой могла бы быть эта локация. Вот такая вот полезная ошибка. Ну и напоследок, я бы хотел рассказать о третьем Варкрафте. А вернее о том, как третий Варкрафт мог вполне себе лишиться кусочка орка. После ошеломительного успеха оригинального третьего Варкрафта, Blizzard начала работать над дополнением к вышедшей стратегии Frozen Throne. Дополнение Frozen Throne стало не менее запоминающимся в сюжетном плане, чем оригинальная игра. Концептуально и геймплейно она несколько отличалась от кампаний оригинальной игры. Например, вместо Альянса давалась возможность поиграть за высших эльфов, а в миссиях ночных эльфов за Наг. А сам сюжет крутился вокруг противостояния Иллидана и Артаса. В конце те устраивали зарубу один на один, по итогам которой Иллидан был побежден, но не сломлен, а Артас взошел на трон. Это было интересно, сюжет крутой, людям зашло, но была проблема. И проблема называлась так. А чё делать с орками? Разработчики на этапах создания не могли придумать, как вписать целую расу, расу орков, в сюжетное противостояние Иллидана против Артаса. Попытки вклипать сюжет орков Frozen Throne проваливались. Почему? Потому что, по словам бывших разработчиков, они выглядели нелепо и совсем неуместно. Наличие орков в этой сюжетной линии выглядело натянуто и надуманно. А время поджимало, нужно было торопиться. Разработчики долго думали, что же можно такое придумать. Ну как же так, нельзя же выпустить дополнение для Варкрафта, история которого и началась благодаря оркам, прибывшим в Азерот, без сюжетного участия орков. Это решился исправить человек по имени Тим Кэмпбелл. Он решил не пытаться всеми правдами и неправдами пытаться впихнуть орков в сюжет Артас против Иллидана, что получалось у разработчиков не очень круто. Вместо этого он решил сделать самобытную, не связанную с основным сюжетом, кампанию, используя старые наработки со времен ранних версий третьего Варкрафта. Игрок сосредотачивался на управлении всего несколькими юнитами. Мир делился не на отдельные миссии, как было в прошлых кампаниях, а являлся условно открытым миром с переходами по локациям через подгрузки. Тим Кэмпбелл внес значительный вклад в то, что стало ныне известной историей Рексара. И вполне возможно, что если бы не он, этого персонажа, как и его истории, в Розентроне могло бы и не быть. Какой бы была история орков, если бы разработчики дальше пытались впихнуть орков в сюжет арта Спортифелидана, и была бы она вообще выпущена? Вопрос открытый. Ну что же, по сути, на этом всё. Благодарю вас за просмотр. Удачи!